Весенний семестр 2018 Университет рабочих корреспондентов Расписание занятий представлено в газете «Народная правда» Вот она лежит Сегодня у нас занятие проведет Профессор по кафедре экономики и права Михаил Васильевич Попов И тема занятия нашей лекции Это «Как повысить производительность труда» Я думал, что эта лекция будет или доклад Ну, так сказать, таким обычным, не полемическим Но события у нас разворачиваются так в наше время Что хочешь, так сказать, просто объяснить Оказывается, надо с кем-то спорить Один из наших товарищей Член рабочей поассе Товарищ Бегидов В контакте Вдруг разразился вот таким постом Он отвечает, как бы разъясняет Что нужно делать для повышения темпов экономического роста И пишет буквально следующее Василий, никакого экономического роста Выход из ВТО И национализации банков не даст Экономический рост РФ Может дать только отмена западных санкций И широкое привлечение в экономику РФ Крупного иностранного капитала А это возможно только при условии прекращения надувания щек И признания России второстепенной экономикой Полностью зависимой от крупных империалистических стран Путина надо менять не на идиотов-либералов Или идиотов-патриотов А на вменяемых капиталистов Которые прекратят противостояние с Соединёнными Штатами Америки Уйдут из Сирии И вернут Украине Донбасс Ну, в дно анти-советчика Это очень непопулярные меры И кандидат с такой программой вряд ли изберётся Что продумано Так что вся надежда на Путина Он вроде изменяемый человек Должен понимать, что России Если она будет корчить из себя супердержаву Придёт скорый и решительный конец Так что рано или поздно Но ему придётся поцеловать американский сапог И чем скорее он это сделает, тем лучше Ну вот, так сказать Как бы приходится на сегодняшний день Тем более, что это члены Рабочей партии России, Тать Бегидо Приходится полемизировать с ним Поскольку это полностью противоположно тому, что я собирался рассказать И думал, что то, что я буду рассказывать Ну, как бы я боялся, что сейчас начну рассказывать Ну, это мы всё знаем, это же ясно, понятно Ну, вот теперь как бы придётся уже рассказывать С учётом вот такого обстоятельства Во-первых, речь идёт о повышениях темпов экономического роста Как это связано с темпами роста производительности труда При одном и том числе работников Если количество работников не меняется Темпы роста производительности совпадают с темпами роста экономики Правильно? То есть количество продукции на одного работника увеличивается И тем самым увеличивается темпы экономического роста Значит, остановимся на некоторых позициях Которые, товарищи, которого я зачитал Значит, из них вытекает позиция товарища Бегидова В том, что экономический рост может дать только отмена западных санкций Ну, как вообще, вот человек ходит в кружок по капиталу И даже активно участвует в нём Вот, так сказать, как бы с Марксом знакомее тоже Вот, глядя на него и читал капитал Как после, как так можно читать капитал Как с точки зрения того, что написано в Марксе Связано с тем, есть санкции или нет санкций Ведь экономический рост от чего зависит? Значит, экономический рост зависит от того Расширяется производство или нет Если производство расширяется Идёт рост Если производство не расширяется, не идёт рост Ну, что же, санкции есть, что производство от этого не расширяется Это что зависит от санкций Ну, это как-то совсем безграмотная позиция, по крайней мере Скажем, наоборот Мягко говоря, безграмотная позиция То есть, вот, санкции, это вот, ждём, чтобы они... Наоборот, я бы... Вот я, например, где мне приходится об этом говорить Говорю, что сколько нам, товарищам, которые являются специалистами В области экономики, приходилось заказывать В том числе и нашему государственному руководству Что нужно делать для повышения темпов экономического роста А нам, так сказать, отвечали Зачем мы продадим нефть и купим всё, что надо Больше продадим, больше купим Ещё больше продадим, ещё больше И перестали делать станки И перестали делать сложные машины И так далее Ну, я думаю, что Когда появились санкции То как бы нам стало легче вот тем, кто наставил на том, что надо развивать отечественное производство Своё И понимать, что, так сказать, если в случае чего нас задушат Потому что если мы не будем иметь своего станкостроения Своё машиностроение Своих самолётов Своих танков Своих кораблей Своих двигателей Своей ракетно-космической промышленности И так далее То мы вообще перестанем быть какой бы то ни было державой А что касается санкций Санкции ведь по замыслу тех, кто их применяет Они направлены не на повышение темпов экономического роста И не на снижение Они, как бы, по идее Направлены на удушение Но удушение никак не может получиться в современном мире По одной простой причине Значит, мы не в кольце врагов Дело в том, что Значит, мы можем станки и всё остальное купить Китай Который с нами вполне поддерживает Это прекрасные торговые отношения Рынок там бесконечный Поэтому наши все конфеты туда уходят В лёд И прочие, так сказать И прочие кондитерские изделия И вообще, так сказать У нас там Открыть рынок в этом плане Теперь тот же самый Тайвань Который Он не продавать нам станки Но если Китай продаёт Так что он просто не получит прибыли Поэтому Тайвань нам тоже станки продаёт Поэтому Изображать нас в кольце врагов Неправильно Потому что, как вы заметили Появилась некоторая особенность В развитии мирового Которой не было при Ленине И не было при Марксе, естественно Потому что в период империализма Были разные кучки хищников Которые друг с другом грызлись И хотели Переделить мир в соответствии С соотношением сил Ну а сейчас картина другая Что делают крупные Капиталистические державы Которые не являются империалистическими Ну, например, такие Как, перечисляю Индия Пакистан Допустим Там тот же самый Киран Южная Африка И прочее Бразилия Что они делают? Они понимают Что после событий В Югославии Когда Придели самолеты Бомбили страну И не стало страны И стало много-много-много Разных государств Которые никакой роли В мировой политике В европейской политике Не играют Странно сателли Потом Прилетели Опять же Так сказать Под эгидой США Американские самолеты Зашли американские войска В Ирак А Ирак представлял собой Какую? Капиталистическую Капиталистическую Страну Уничтожили Государство Иракское Древнее, между прочим Государство Иракскую демократию Там все демократически Избрано было В том числе и президент Саддама Кусенина Я не знаю, кто-то любил Саддама Кусенина По-моему, таких у нас не было Ни разу не встречал Но это не наш Президент Нам-то какое дело Избрали там Избрали Нет, говорит Мы сейчас посмотрим Есть у вас там Оружие массового поражения Нету Ну раз нету На всякий случай Убил президента Разорили его семью Уничтожим Застрелим в нока И уничтожим Светское государство На Ближнем Востоке С чего начинается Идил С того, что нет уже Опор Нет светского государства Там уже с территории Ирака это все началось Потом Следующий Куда мы еще не летали Вот Ливия Тоже светское государство Светское Не мусульманское Они потом Собираются бороться Там с ИГИЛ и с прочими Запрещенными у нас В России Организациями У них правда Бесплатное Образование Лечение Молодым людям Выдают Такой кредит Они могут сразу Иметь Большую квартиру И Потом Другое дело Что там Экономика То же самое Ливия Экономика Которая Принадлежала В основных Своих Частях Империалитическим Государством Ну и Прислотнули эту Ливию Разорвали На куски Президента И даже По-моему Убедили Дмитрия Анатольевича Что надо В таких случаях Правом вето Пользоваться В Совете Безопасности А он тогда был Президентом У нас Не воспользовался И он я думаю Увидел Как посмотрел На кадрах Которые имеются В интернете И записаны Что сделают В случае того Если Пойдет На нас Такая доля Ну и Я думаю Что все крупные Капиталистические государства Которые не являются империалистическими А империя это Такое Капиталистическое государство Или не обязательно Капиталистическое Феодальное бывает империя Которая Влияние свое Распространяет На другие государства Далеко За пределы Своих границ Причем влияние Может быть решающим Скажем Колониальная империя Той же самой Великобритании Или Португалии Или Испании И так далее И вот эти государства Которые попадают в империю Они либо входят в нее Либо формально не входят Но все равно Они под цветой Той самой Метрополией Которая действует И тогда В нынешнем мире В котором имеется Другой полюс Имеется Китайская народная республика Которая Делит первое И второе место В экономическом отношении Соединенных Штатах Америки И не делит Первое место Ни с кем Потому что у нее Темпы роста 7,2% Экономического роста А Темпы роста Соединенных Штатов Америки 2,7% А 7,2% Гораздо более Чем 2,7% И поэтому При том что там Гораздо больше Численность населения Там Миллиард 380 Миллионов человек Китайская народная республика Она находится в переходном периоде От капитализма К коммунизму И без всяких Революций И потрясений Меняется соотношение Между КНР и США Меняется Однозначно В пользу Читайской народной республики И начинает Вот эти крупные Капиталистические государства Дрейфовать Куда? Ну туда Где их не съедят А кто их не съест? Китай Не съест И вот Оказывается Например Одна организация Называется Страны Брикс Что такое Брикс? Бразилия Россия Индия В которой Тоже Больше миллиарда Почти столько Сколько Китай Индия И Китай И Сауф Африка Южная Африка Брикс Дальше Есть Шанхайские организаторы Сотрудничества И что там мы видим? Опять Россию Мы там видим Которая Туда Под китайский зонтик С одной стороны Под китайский зонтик С другой стороны Китай Несмотря на то Что он по экономическим параметрам Так сказать Разделяет Первое и второе место С Америкой Но По военному потенциалу Конечно Он значительно слабее Но Россия и Китай Страны с противоположными Социально-экономическими системами И политическими системами Они вместе Китайские Имеет военный потенциал На много Превосходящий США На сколько? А на весь потенциал китайский Потому что у нас паритет А когда мы заключали с вами Паритет Вас не было А потом когда мы заключили Тут вы появились Ну а что же делать уже А к Китаю Они относились так же Как сейчас к КНДР Дескать Ну какой-то хулиган Завел себе ядерное оружие Ракеты И так далее Ну а теперь Получилась такая Что вот Если есть Китай И Россия То совершенно ясно Что никакой КНДР Никто не съест Потому что Мы это видели Как это выглядело в переписке Сначала была такая перепалка Мы вас уничтожим А мы вас уничтожим А потом Когда Китай И Россия Заняли такую Однозначную позицию Что вы там договариваетесь С КНДР И военные пути Тут никакого нет И не будет Ну поскольку Вот эти две страны Россия И Китай Намного превосходят По военно-техническому Потенциалу Соединенные Штаты Америки Таскать Закончилось И Дональд Трамп В Твиттере написал Ким Чен Ын Почему ты называешь меня старикашкой Я хочу с тобой подружиться Но я же не говорю Что ты маленький и толстый И как-то вот полемика Ушла На нет Это дает мне возможность Сказать Ответить на вопрос Который Как повысить темп Экономического роста Создать социалистическую страну И в социалистической стране В которой есть полномерное Хозяйство И которая знает Как повышается Темп экономического роста Планируем С одной стороны Что? Планируем обновление Оборудования Замену Изношенного оборудования Скажем Десять процентов В год Но Марк специально Рассказывает Что есть Так сказать Обновление Которое связано Просто с восстановлением То опыт Таких же средств производства На самом деле Если через десять лет Вы меняете уже Средства производства Значит вы меняете На более современные И более производительные Которые дают другую Производительность труда При тех же работниках Поэтому простая замена Техники Вот в такой же величине Как раньше Которая называется Амортизация Она приводит К повышению Темпов экономического Роста За счет того Что это делается Для этого надо Ну примерно С циклом Десятилетним Обновлять Оборудование Средства производства И у вас будет Только за счет Обновления То есть не за счет Никаких дополнительных Вложений Потому что затраты На амортизацию Входит в состав издержек Это все знают Состав издержек Вот издержки на продукт Это значит Сырье Материалы Амортизация оборудования Поскольку Средства производства Переносит свою стоимость На продукт По частям А материалы Целиком Входят В стоимость этого продукта Поэтому Одна лишь амортизация Если бы мы ее делали Она бы уже дала Колоссальные темпы Экономического роста А какие? Большие Ну такие примерно Как в Китае Ну чуть поменьше Если только амортизацию Потому что Это еще мало Вот Что при этом Мы Скать Получаем Мы Получаем Поскольку амортизация И средства На амортизацию Закладываются В издержки И они учитываются В издержках То вот сколько Это примерно будет Если в деньгах Для России В деньгах для России Это означает Примерно Ну если Исходить из того Что у нас 140 миллионов Это оценка Активных Производственных фондов То есть станков Оборудования Там есть здания Сооружения Это пассивные Производственные фонды Есть материалы Которые сразу Используются В одном цикле А вот Средства производства Которые собственно говоря Обеспечивают Технические прогрессы Которые все время Меняются И они примерно Имеют Такой технологический цикл Независимо от того Будете вы заменять Не будете вы заменять Но уже за 10 лет Появятся новые машины И дальше больше Еще за более короткий срок Ну вот если Десятую часть заменять А всего у нас 140 триллионов В России Оценка Наших Активных Производственных фондов Соответственно Значит сколько У вас в год имеется Средств 14 триллионов Вы слышали такие Вы же вот Если читаете газеты Слушаете радио Телевидение Смотрите что там говорят Туда 2 миллиарда Сюда 3 миллиарда Ну это 2-3 миллиарда Это Захарсенко уже Или там Дует Кто-нибудь Распределяет такие вещи Это вообще не Не масштабы экономики 14 триллионов И этого ничего не делается Как устраиваются наши Доблестные Капиталистические Предприятия Они что делают Они устанавливают Срок амортизации 100 лет Например точно я знаю Что Сестрорецкий Хлебозавод Установил себе Срок амортизации Это дескать Раньше это государственная Политика была дескать Вот срок амортизации 10 лет Если вы Это не делаете Вы нарушаете закон Все Вот А что такое 100 лет Это помните Как в анекдоте Про Хаджана Средина Когда Хаджан Средин Пообещал имеру Что он научит Ишака Говорить Ему говорит Да ты что Он же тебе голову отрубит Ну Говорит К этому времени 100 лет Или я умру Или Эмир умрет Или Ишак умрет Поэтому Спокойно можно Так сказать Обещать Так и здесь Амортизацию Если так растянуть На 100 лет Так это получится Уже не 14 триллионов А триллион И 400 Всего лишь Миллиардов И все Поэтому Вот это первое И вот если вы читаете книжку Или газеты Или какие-то разговоры На тему о темпах Ну чего так они говорят Ну втайне Прямо молчат Как будто они не знают этого Или делают вид Что не знают Или вот некоторые товарищи Просто обходят это Дескать Вот санкции отменить Причем тут санкции Это самые главные санкции Что вы Сами Амортизацию Не поддерживаете Неумирание А это отрицание Морт Это смерть Неумирание Средств производства Тут не просто неумирание А их обновление идет На более современные Это Одна форма Вторая форма Вторая форма Это Расширение Масштабов производства Вот цикл Когда мы берем Воспроизводственных Ну вот скажем в капитале Есть три тома Производство капитала Обращение капитала И процесс капиталистического Производства взятый в целом Но уже в первом томе Рассказано Что вот капиталист После того как он Произвел свою продукцию Получил уже Прибавочную стоимость Что он делает С прибавочной стоимостью Наши нынешние Капиталисты Они считают Надо пойти Поехать в Хуршавель И всю ее Размотать Вот это прибавочная стоимость Как делает наш Бывший Помните На прежних Президентских выборах У нас Был такой кандидат Президент А? Прохоров Прохоров, да Который наобещал Он будет Йомобиль А еще будет Светодиодный завод Ни того ни другого нет Потом поставил везде Билборды такие Глубокомысленные И каждый раз Вот когда прочитаешь Что написано Долго действительно надо думать Что он хотел сказать Потому что никакой мысли В том что он там Написал Не было Ну короче говоря Денег там он потратил Ну ему это деньги Не страшные для него Ерунда Вот И что они делают? Разматывают Молчат Аж как называется Вот так То количество Та часть Прибавочной стоимости Которая возвращается В производство Направляется На его расширение Что такое расширение Производства? Это вот Ну просто это вот Эти самые темпы роста и есть Вот они Только в потенции То есть вы Прибавили новые Средства производства Значит Значит у вас стало Больше продукции От этого Ну что мы не обязательно Прибавили количественно Вы можете просто Это вы меняли в порядке Просто замены Старые на новые А теперь вы Берете и Проводите усовершенствование Более высокотехнологичные Более современные Более дорогие И более Производительные Устанавливаете Значит Вот Если вы За счет Этого Повышаете Производительность Труда То соответственно У вас Повышается Темп экономического Роста Итого есть два фактора Повышение Экономического Роста Это Амортизация И вот Обновление Ну вот Представьте себе Что наши бы капиталисты Процентов Шестьдесят Восемьдесят В своей Прибыли Отправили бы Куда? На накопление Это называется Накопление То есть На повышение Темпов экономического Роста Ну все равно Не повышается Не потому что Они направили И не повышается Они просто Не направляют Ну оно и не повышается Это понятно Это ясно Но Как бы Тут я говорю О капиталистах И получается Что они плохие Не хотят У нас не такая ситуация У нас Дорогие товарищи Семьдесят процентов Нашего Семьдесят процентов Нашей экономики Государственная Если брать один показатель Производство Валового Внутреннего продукта Семьдесят процентов Валового Внутреннего продукта С пятнадцатого года Производится на государственных Предприятиях уже То есть Пока там Нас уговаривали Путин и Медведев О том что надо Поддержать Мелкий бизнес Выяснилось что Они говорят об этом То есть Они говорят о поддержке Мелкого бизнеса А задом идут Как раз К созданию Крупного государственного Хозяйства И пришли Поэтому Когда сегодня выступает Допустим Грудинин Говорит Надо национализировать Зачем Зачем сейчас Национализировать Эти семьдесят процентов Предприятий Государственные Зачем еще Национализировать А вы с этими Разобрались Со национализированными Предприятиями Что делают Эти самые Государства Национализированные Ну то есть Государственные у нас Роснефт ОРЖД Газпром Ну и прочее Их полно Значит Есть Ростехнологии Есть Такое Такие Предприятия Как Двигательная Корпорация Авиастроительная Кораблестроительная Ну каких только нет У нас корпорация Корпорация Уралвагонзавод Все думают Что она На Урале Она здесь И в Петербурге Да И в Ростехнологии входит То что угодно То есть У нас Могучий Государственный сектор Значит Это напоминает нам То что В свое время В переходный период Называлось Госкапитализм Некоторые люди это не знают И думаю говорят Что вот госкапитализм Это то что было В период НЭПа Неправильно В период НЭПа Или в переходный период У нас было пять укладов Какие Патриархальные Когда я сам произвел И сам съел Никакого рынка Ничего Мелкобуржуазный Часть продукции Выношу На рынок И вот это Главный источник Моего дохода Конечно тоже потребляют Но Следующий Частнохозяйственный капитализм Остались капиталисты У кого Фабрики и заводы не забрали И никто не собирался Сразу национализировать А вот сейчас Почему-то хотят сразу национализировать Ленину такое В голову не приходило Он говорит У нас Может получиться Что мы национализируем столько Что не сможем переживать Весь рот будет забит И Остаются Государственные предприятия Вот они Уже национализированные Национализация Прошла В восемнадцатом году Эти национализированные Предприятия Делятся на две части Часть предприятий Уже по плану А планы Начинают у нас строиться С двадцатого года Вот тогда Было Принято Решение О том что должна быть Система планов Годовых Пятилетних И долгосрочных И первым долгосрочным Планом И единственным До сегодня Времени Оказался План ГОЛРО Так вот эту планку Которая была задана Никто и не преодолел А десять лет Это много Или мало Для долгосрочного Планирования Ну вы наверное Понимаете Какие циклы В производстве Если уж Если вы скажем Меняли технику За десять лет То в общем Хотя бы для техники Этого хватало Чтобы весь этот цикл Был полномерный Обновление Ну а если вы хотите Посмотреть А как меняется работник Вот сколько люди Работают на производстве Двадцать пять лет Примерно Или тридцать Ну так надо на двадцать пять лет И иметь У нас такие программы есть А программы чем хороши А что их можно не выполнять Они же не директивные документы Правильно Вот у меня есть программа Это как вот кино Записана пленка Я могу с большой скоростью пропустить А могу с маленькой Маленькой И замедленно буду говорить Вот так Медленно И тогда нам не хватит времени И я не закончу сегодня То есть Программа Это последовательность действий Что за чем идет Кто что по очереди делает И так далее А план это извините Вот вам директивное задание Вам вы делаете это А кто нарушает Несет ответственность Потому что план есть Что? Закон И вот Это называется Вот эти предприятия Которые являются государственными И Не подчинены плану А потому что Не успели еще Подчинить Они называют Вот этот сектор Называется Госкапиталистический уклад Госкапитализм Почему госкапитализм? Да потому что то же самое Что капитализм Вроде они и государственные Можете на них писать Советское Государственное Российское Что хотите Красные флаги вешать Раз это Национализированные предприятия Правильно? А что дальше Под красным флагом? А под красным флагом Они Где они брали сырье Там и закупают Кому они отправляли Продукцию Там и отправляют Получают прибыль Единственное ограничение Прибыль надо отдать Кому? К государству Раз государственное предприятие А что тогда нужно сделать Чтобы жить хорошо? Чтобы жить хорошо Надо себе Повышать зарплату Потому что Чем больше ты сделаешь К себе зарплату Тем меньше будет прибыль Тем меньше это Отдашь государству И к себе нет претензий Почему? Дескать Давайте по типу Капиталистических же Мы организовали Вот сейчас точно так же По типу капиталистических Организованы Роснефть Газпром Ростехнологии И все они по типу А что значит по типу Капиталистических? Какие вот Зарплаты На капиталистических предприятиях? Такие должны быть И на государственных Тогда Раз по типу Ну и Тогда мы видим Такую картину Скажем В дорогой Роснефти Которая сугубо государственная 24 миллиона в месяц Вот вам дать 24 миллиона в месяц Я не знаю Что с вами будет Я буду Сечином А? Я буду Сечином тогда Будетесь? Нет Сечин так мало не получает Не надо Я говорил про членов правления А вы уже схватанули Вас никто еще не избирал Председателем Совета Директоров Не знаю Может Я боюсь что меня-то по дороге Может туда прихватить Часто я свободный человек Никому я не нужен Я как-то встречался с этими Предпринимателями Мы в Смольном Мы в Смольном сидели Как вот вам тяжело Которые сахаром занимались тогда Вот вас сейчас преследуют Убивают в молодом возрасте Вот надо уже думать Если вы предприниматель Надо думать о своей жизни сейчас Очень опасно А сейчас я говорю Мы вот раньше революционеры Ну вот кого преследовали Кто боялся А сейчас нам-то чего бояться Они никому не нужны А вот если у вас много денег Ну вас остерегают на каждом И даже известно Что у вас много Известно сколько И как вы пойдете И куда зайдете И чем стукнуть Ну просто Как нам их жалко Мы скорбим Если их время от времени тюкнут нам Но это вот им тяжело Так Газпром Газпром 15 миллионов в месяц Прошу прощения Я не выкину Я перезвоню А у меня лекция Сейчас Ага А вот что касается Сбербанка Тоже там Греф все время Выступает Активно Там Он Кстати один Он же приватизацию Произвел А как Кому-то каким-то иностранцам Отдал часть Сбербанка Мы продадим Сбербанка И выручим деньги А когда вы их выручите Что вы делаете А мы их вложим А куда Есть более выгодные вложения Чем Сбербанк Нету Сбербанк Это же курица Которая несет золотые яйца Туда все старушки относятся Гробовые И так далее А мы продадим И точно так же Как Алмазы Мы все Приватизируем Потому что совсем мало осталось Государственной доли Ну Свежих данных у меня По Сбербанку нет Они конечно Больше чем я назову Потому что в восьмом Седьмом году Члены правления Получали Три миллиона Семьсот тысяч А в восьмом Грянул кризис И стали они получать Три миллиона Всего Четыреста тысяч Вот если бы у вас Вот на триста тысяч Меньше было в месяц Вы бы так вот не улыбались Как сейчас Хоть пожалели бы людей Но они правда Потом на предприятиях Засуетились Стали увольнять Дескать Нету мест Нет денег на зарплату А тут как раз Наоборот Членов правления Стало больше На четыре человека Ну как-то надо Подкормить В тяжелое время Людей Значит Вот такая картина То есть Как бы наша Такая Буржуазия Частная Она делает вид Что она не знает Как нужно повысить Темпы экономического роста То есть Скажите пожалуйста Есть хоть одно Капиталистическое предприятие В котором бы не было плана Нету таких предприятий Нету Есть хоть одна монополия Хотите Американская Хотите Испанская Хотите Японская Хотите Производство Которая Направляет Производство В том Направлении Которое Соотвечает Интересам Собственника Если у нас Государственный сектор И в нем 70% Государственное Участие Так Государственный сектор Составляет 70% Нашей экономики Сейчас Значит Вот эти Все предприятия Представляют собой Один сектор Одну монополию Государственную Только Государственная монополия Должна иметь план И по этому плану Действовать И вот по этому плану Что должна делать Государственная монополия Она должна Сделать программу Развития страны Чего она не делает А это Выражение интересов Класса капиталистов Не ваших интересов Не моих Не ваших Ну сейчас кто Руководит страной Капиталисты Ну так и делайте В своих интересах Нет Они не могут Они вот как Представляете Сидят капиталисты Им предлагают сделать Один план А он думает Нет я вот это буду делать А этот говорит Я и это А я и это А вот я вот это Она уже задумала вон то И все И все мы разбежались И они никак не могут Почему Не могут составить А потому что собственность Она разъединяет Это труд соединяет А собственность разделяет Поэтому Что мешает Почему Низкие темпы роста У капиталистических Стран Потому что никак Им вот общие интересы Никак им не реализовать Они даже выразить Ни их не могут На бумаге Не хотят даже Начал было Путин Концепцию социально-экономического Развития Ну довольно хитро Так ее составили В восьмом году И он взял ее И подписал Как председатель правительства И когда он подписал Эту концепцию О ней Мы например Народные правды напечатали Так сказать Хорошие Сообщения И похвалили их За это дело Концепцию сделали По этой концепции Должны были Повышать производительность Труда Вполне реальные были Цифры хорошие Намечены Но необязательные Ни для кого Концепция Это же не директивные У меня вот есть концепция Как пообедать А кроме концепции И нету Ни столовой Ни денег Поэтому концепция Это ни о чем не говорит Но концепция была Ну кто ее Принимал А вот Путин подписал А если подписал Председатель правительства Это что такое? Это означало Что члены правительства Это утвердить Это будет план Закон Правильно? А если в Думе утвердить Ну тогда точно за вами Придут Если вы не выполняете Может и за мной Тогда придут То есть тут по серьезному делу Ну и что? И они так К нам однажды приехал Товарищ Степашин В университет Дни петербургской философии Или дни философии в Петербурге И вот он рассказывает Как они Счетная палата Как они Он тогда был председателем Счетной палаты Как они все контролируют И я значит поднимаю руку Говорю Можно вопрос? Наш декан тогда забеспокоился Член Совета Федерации у нас был Декан Вот он Он забеспокоился Говорит Михаил Васильевич Только коротко Я говорю Очень коротко Говорю Товарищ Степашин Вот вы рассказывали про то Что вы то контролируете То считаете А вы контролируете Как выполняется концепция Социально-экономического развития Всей страны? Ваша счетная палата Это контролирует? Больше у меня вопросов нет Она выполняется Эта концепция? Он так сразу Заулыбался Весь так заулыбался Осклабился Говорит Ну Она корректируется Это новое В планировании План это такой инструмент Который Подчиняет развитие экономики Себе А тут наоборот Вы написали план А дальше вот как пойдет Тогда план то свой Корректируйте Если вы решили ехать направо А повернули налево На велосипеде или на машине Переписывайте то что у вас направо налево Вы решили ехать за скоростью 40 км А ехали за скоростью 60 Переписывайте все время То есть не преобразование действительности в соответствии с замыслом Хоть каким Ну замыслом буржуазии нашей родной Ну какой может быть еще замысл Они собираются делать в соответствии с замыслами рабочего класса Замыслом буржуазии Ну так они это не могут А как они это могут сделать Вот вы надо войти в их положение Как им тяжело Они же везде прогласили принцип приоритета Каких интересов Личных Конверт Что написано Ну если мне пишут Вот так написано Попову Потом идет Что Улица Дом Потом улица Потом город И в конце Россия А что должны делать почтовые работники Они же не могут послать на улицу Им нужно сначала в город послать Сначала в страну А может я там в Испании или в Фортугалию написал Вот они значит снизу вверх смотрят Ну я понимаю там арабы Они смотрят справа налево Но чтобы снизу вверх Такого нигде нет Ну А что делать должен принципиальный человек Так вот если вы принципиальный человек И вас сделали министром Что вы должны делать Только принцип не забудьте Какой у нас принцип сейчас главный Все мне Принцип Ну вы как-то так некрасиво формулируйте Надо как-то красиво поэтизировано Это принцип приоритета личных интересов Все для личности Да Вот вас сделали министром Что надо делать Как можно больше себе Молодец Вот Учитесь Вот человек совершенно правильно Ну а как Ну вот я допустим Сделал для меня министром Допустим фамилия моя Улюкаев Что я должен сделать Воровать И тут приходят эти всякие Зачем вот так грубо Ну зачем воровать Что есть разные другие формы Раз и у меня вдруг много денег У него же нашли Это все обсуждают Что у него было в чемодане Он заработал Да Он считается заработал А что у него было дома А дома у него 580 миллионов Нашли Так Просто в бумагах В денежных знаках И драгоценностях А еще Один Миллион Долларов На счетах А еще 24 участка Зачем вам 24 участка Это же вложение В землю Причем Это в банке то прогорит Банк лопнет Какой-нибудь А это не прогорит Эта цена И вот плохие люди Так Человек принципиальный А его взяли и посадили Ну это сволочи Я считаю тоже Сволочи просто Он же извинился Преследует Да Он извинился Просил прощения А вот например Товарищ Хорошавин Которого просто Пришли и у него Миллиард Наличными Тут вот лежала В кабинете Губернатор Сахалина Так вот Сейчас его Суда не было Еще его так СИЗО находится И он тут Говорит Что же за звери такие У меня забрали Миллиард Восемьсот Миллиард Восемьсот Миллионов Забрали у него Взяли арестовали Ну это же Вот сейчас Можно спрашивать Откуда у меня деньги? Неприлично Правда? Неприлично Вот и вы тоже не спрашивайте Потому что если вы Видите у меня деньги Не спрашивайте Не важно сколько денег Это все заработанные Потому что если я Такая у меня работа И где-то хапаю-хапаю Это значит заработан От этого А на самом деле Заработать-то много нельзя Потому что От трудов праведных Не наживешь Палат каменных А вот Ну допустим Шахтер Он 40 тысяч Он получает Хороший шахтер Просто хуже работает Да Он просто хуже А вот Собчак Она вот Заработала вот 40 миллионов у него есть Она на выборы использует Но у него В избирательном фонде 79 миллионов Ей помогли Вот вам помогут Если вы станете Кандидатом Я думаю помогут Да Мы вам можем По рублику собрать Но насчет миллионов Конечно Вы что-то Пожалуйста не открывайте рот Прям так Миллионы Короче говоря Это хорошая Говорит Вы у меня Забрали Миллиард восемьсот И написал письмо В конституционный суд Что его обижают Вопреки конституции Потому что вот по эпизодам Он всего-навсего На шестьсот Миллионов Нащелкали По эпизодам А не может Доказать Откуда взялись остальные А раз вы не можете доказать То не можете и брать Отдайте мне остальное А это уж пожалуйста Тобирайте Черт с вами Он посчитал Миллиард восемьсот Минус шестьсот Миллиард двести остается Ну немножко подержит И выпустит Он как бы был на Ну на заработках Скажем Побывал и все Вот звери Опять его все-таки Это вот как-то Ненавистный этот режим Держит его Мучает Но как тяжело Вот правительству И президенту Как им тяжело Эти все разбегаются капиталисты Кажется тащит все в карман В том числе и руководителей Ну как в этой обстановке работать Ну вот только может Поможет нам американский Вот Госдеп Сейчас они составят список И за этими будут присматривать Потому что наши Никого не могут Я не знаю Но это уже Какая-то помощь поможет Из-за рубежа Надо же как хорошо То помогали с санкциями Чтобы мы Свои санки делали И машины Теперь помогают контролировать Деятельность Руководящего состава Как я нибудь своруешь Они сразу напишут Сразу какой-нибудь Министр финансов А денежки-то у вас Ворованные Ага Список его Ну а дальше Дальше уж вы думайте Что с ним делать Это уж мы не можем Из-за океана Если он только туда приедет Вот они санкции сделали А наш туда поехал Товарищ Нарышкин И хоть он руководитель Внешней разведки Они скушали Ничего спокойно Он приехал да уехал И ничего страшного Ну надо по делу Человек приехал И санкции Они же не мешают Если по делу Так Ничего страшного Это свои люди же Они между собой разбираются Так что следовательно нужно для того Чтобы можно было иметь темпы роста Значит раз это единый сектор Составить единый план Ну перед планом Составить программу Лет на 30 Да Так И вот избрали президента И выполняли А президента чего избирать Чтобы председательствовать сейчас Какое содержание деятельности Что будет со страной И мы не слышим Мы не знаем И никакого желания Составить программу нету Академия наук Могла бы составить такую программу Говорит Вы занимаетесь технологическими стратегиями А стратегиями Это такие общие разговоры Никому не обязательные А для начала Мы от вас отнимем все институты И сейчас есть академии отдельно Как клуб ученых Институты отдельно Есть фано Такое благозвучное название Для организации Которая Руководит всеми Отнятыми У Академии наук институтами Во главе с одним Замминистра финансов Который Ничего не понимает Науки Ну вот он руководит Всеми нашими Советскими организациями Ну подумаешь Президиум Академии наук руководил Это как можно допустить такое Вот чиновник Министерства финансов Руководит Который знает Что делать с деньгами Они знают Что делать с деньгами А по-хорошему По-хорошему Даже в капиталистической Монополии Государственной Что должно сделать Нужно Бы Процентов 80 Полученные Прибавочные стоимости Направлять на накопление И сразу будут Высокие темпы Экономического роста Небывалые А что С этим сектором Который вот хочет Грудинин все Национализировать Или национализировать Они главным образом Хотят опять Сырьевые отрасли Ну просто хотят Вот сырье Продавать И от него деньги иметь Вот это вот прям Чтобы ничего не надо было делать Прям вот за сырье деньги получить И все Ну у Японии нет Никакого сырья Нет у нее сырья Она все прекрасно Занимается Обработкой Того что получает В других странах И прекрасно Экономика развивается А тут прям вот только вот Как будто у нас беда такая С тем что у нас много нефти Много земли Много хлеба Зачем зерно продают А потому что коров своих порезали Поэтому зерно нам не нужно Фуражное зерно Отсутствует уже Упоминания Нету его То есть Что делают Комбикорма делали Из этого зерна Они продавали за границу А давайте туда А молоко потом мы сушеное Сухое купим И в Беларуси В Беларуси Мясо мы купим в Аргентине Оно там сколько лет Семнадцать пролежало В холодильниках Как раз нам Подойдет Наши съедят люди А есть техническое мясо Его прямо так не надо есть Но в колбасу Любое можно добавить Техническое Это же технический процесс Колбасы изготавливать Для колбасы мясо Это не нужно Чтобы ее изготовить Но надо иметь краску И какой-то Кубы говорят Такие большие Такие вот Хвосты Копыта Рога Туда привозят Замороженные И там из них Если дорогая колбаса Длительный процесс Если дешевая Это менее длительный процесс Так что Вот это сделают Короче говоря Никакого секрета В том Как повысить Темпы экономического роста Нет То есть надо действовать Как действует капиталистическая монополия Вот Государственный сектор Должен быть организован Как капиталистическая монополия И иметь план А вот Это оставшийся сектор 30% Вот допустим Вот у нас Государственный сектор Да? А у вас Госзаказ будете выполнять? Государственное финансирование Да? А вот тому больше хочется Вы еще конкурировать будете У меня Насчет заказа А вы его съешьте конечно Он так уже Я чувствую Вы его подъедаете Вы чувствуете потихонечку И вот точно вы его съедите И поэтому вы весь заказ получите И кто откажется? И получается Что вот этот Мелкий бизнес и средний Он Включен в общий процесс Общественного производства Народно-хозяйственного И поэтому он Будет не просто Что-то там делать Не знаю чего они делают Искать как Делают Потом их режут Там уничтожают Убирают Сколько мы видели В Москве все оформили Там все эти ларечки У каждого метро Все было записано Потом раз и порезали И у нас Валентина Матвеевна Когда была у нас Губернатором Вдруг решили Отмерили Сколько На каком расстоянии Ларьки от трамвайных Остановок находится Ага Ближе пяти метров Так Все что ближе пяти метров Убираем Приехали с болгаркой И жик Поддержим Мелкий бизнес Поддержим Мелкий бизнес Идите снова в дома Так они и вышли из домов К людям А теперь идите обратно в дома А там аренда большая Значит цену поднимем И на кого это все упадет На граждан На трудящихся И так далее То есть никакого тут Такого секрета нет То есть должен И раз это капитализм Но это все-таки Монополистический капитализм Государственный Монополистический капитализм Современная стадия Развития экономики Это государственный Монополистический капитализм И ничего другого И поэтому Когда люди начинают Рассудовать Рынок там свободный И так далее Но это было все При Адаме Смите Это было Бог весь когда Несколько столетий назад Вы чего С ума сошли Как это сейчас буду я решать Что производить Вот я сейчас вам Если вы из другой стороны Я вам танк один привезу А вы посмотрите как Можете к нам приехать Покататься на нем Сколько вам надо танков В Индии у нас заказывалось 150 Вам 300 надо Хорошо Сделайте А мы вам показали Можем сделать Мы вам раз Правда Нам лучше не надо Танки нам Пожалуйста В запчастях Мы их сами соберем Хорошо Собрали танки Хорошие танки Но не ездят и не стреляют Главное Говорит Давайте Давайте И сделайте И сделайте Дайте нам А вы платите Мы сделали Сделали танки Они ездят Здорово Здорово Минода Современного Другом Товарищ 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 Пролетают Американские Политика С помощью Американские Фашизм Фашизм На экспорт Гражданин Гражданин Бегизов Поддерживает Американских Фашизм На экспорт И мало того Он не просто поддерживает А он Говорит Чем вот Раньше Он придется Ему поцеловать Американский Сапог Чем скорее Он это сделает Тем лучше Но это я думаю Это большая Деградация Конечно И деградация И тех Кто такое Вот до этого Договорился И тех кто к этому Человек что-то сказал Такое Ну я вам скажу Что я вашу маму Задушу Так вы наверное Меня сейчас за горло схватите И зарежете И вас оправдают Потому что вы в состоянии Аффекта Были Ну это люди же Соображают что писать Это публично делают В этом Этот гражданин Пропагандирует Такие взгляды Ну да конечно Далеко пошли Ну вот И это все Под предлогом Повышение темп Это он объясняет Как повысить темп Наверное вот он узнал Что будет лекция Такая про повышение Говорит Давай я проще вам объясню Отдайте Донбасс Отдайте Сирию Уйдите оттуда Так Сдайтесь так сказать На милость победителей Пусть сюда все зайдут Захватят все ваши предприятия И так мы еле-еле Так сказать от них Освобождаемся И все будет хорошо Кому будет хорошо Ну наверное тому Будет хорошо Кто позвал Такие были уже случаи Когда человек Позвал А потом становится полицаем Дескать А я вот собственно говоря Этому вас Вашему приходу Содействовал С какой позиции Это можно написать Значит человек думает Что когда они придут У нас все заберут И придет американский сапог Этот американский сапог На нашу голову упадет Но не на его Я думал И так думал И сяк думал Ну никакого другого вывода Я сделать не могу Что хотите со мной делайте Потому что у меня Между прочим Еще и голова есть Еще пока соображает Но если такие будут Еще писания Может и соображать Или перестанет Потому что как такое прочитаешь Ну это просто удар И человек как ни в чем не бывало Ходит и считает Что он Я говорю о социализм Да мы знаем этих социалистов Предателей Сколько было за всю историю Предательская позиция Которая Вместо темпов экономического роста Быстрое уничтожение России Вместе с ее паралитариатом Вместе с возможностью Возрождения социализма в России Со всеми другими делами Вот так обстоит дело На сегодняшний день И я прошу извинения За то что Доклад академический Несколько стал полемическим Но не по моей вине А потому что Вот так Сегодня обсуждается Вопрос о темпах Экономического роста В сетях У меня все Так товарищи Вопросы Почет не очень разборчивый Да ничего Сами прочитаете А я прочитаю конечно Так Анонимка 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 В смысле? Ну не подписано Вот это она подписана Откуда сведения О 70% Госсобственности Значит Иван Михайлович Многократно Опубликовано В российской газете Многократно Я на всякий случай Имея ввиду Возможный такой вопрос Вчера открыл Ну просто в поисковике Доля госсобственности Вот просто И сразу показывает 70% В пятнадцатом году Сразу показывает Сходу По Рассчитано По Производству Валового внутреннего продукта Вот это не анонимка О Хорошо Производство Внутри России Иностранными компаниями Приважная стоимость Уходит за границу Да Да Но в то же время Физические заводы Средства производства Находятся в России Находятся Факультативно Нарушается Нагружается Нагружается Соответствующее производство Российского капитала Нет Не особенно там Всякой мелкотой Нагружается Значит Во-первых Вы наверное Представляете Вот так называемые Автомобильные предприятия Что сюда выводят Что целиком предприятие Или здесь сборка идет Ну Вот я знаю целиком Прям льют Собираются 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 А самые важные там Части Где делается В России Или за границей За границей Значит там Для интеллектуального развития Там Зарубежного рабочего класса Делается все необходимое А вот вы будете сваривать Свинчивать И красить Женщины Пожалуйста Вы будете красить А вы будете вот Сваривать И свинчивать Это творческая работа И у вас будет очень грамотный Просвещенный рабочий класс Не надо тогда его учить Не надо столько У нас было среднее образование В Советском Союзе А сейчас основное среднее Основное среднее Сколько И вот вы не знаете Вот он в десятом классе Уже учится А он еще одиннадцатом Будет учиться А сейчас основное среднее Это девять А зачем Свинчивать Свинчивать там Видели эмблему Форда Это кайковерт Вот идите И там крутите Включайте И все А то что у вас потом будут руки болеть Потому что Вибрационная болезнь Потом через Длительный период времени Это ерунда Всякую грязь здесь А там интеллектуальное Все А некоторые предприятия Даже бамперы Там делают Например газ Вот он когда делал Волга-Сайбер И бамперы оттуда приводят Не приведут бамперы И не будет И хотели Вот и поощряли Волгу-Сайбер Чтобы она как бы Заменила Волгу Ну вот они говорят Нет односменная работа И больше мы не будем производить То есть главная задача была Уничтожить производство Волги на газе И эта задача решена Уничтожить А потом можно забрать Эти предприятия А кто будет решать Остановить их Вот вы говорите Вот они наши У нас работают Завтра вот я Если я руководитель Вот форт Они например закрывают На лето сказать Все Не будет работать Нет спроса Кто это решает То есть Представьте себе Основная часть экономики Будет такой В которой мы не знаем Что будет Завтра Это тут санкции Да это без автомобиля Можно пройти Пешком дойдем Ну а если другое будет Ну все Остановили Что хочешь с нами было делать Как можно в этой ситуации Когда Уже продемонстрировано многократно Что нам диктует Как делать Говорит заходите в ВТО Все свободно будете торговать Чем хотите Как хотите Зашли Только мы зашли в это самое ВТО Или как уральские пельмени Говорят Один животновод Говорит Что такое ВТО Я животновод Я каждое утро За техникой Вступаю в ТО А теперь я узнал Что вся страна Вступила в ТО Вот вступили мы в это ТО И что? Есть свобода торговли? Какая свобода торговли Когда это нельзя Это нельзя Это нельзя Это нельзя И так далее Или Или Вот на западе Существует Так сказать США Ставка процента Один семьдесят пять сейчас Процента Ключевая То есть Как вот вы собираетесь обновлять Вот Встает вопрос еще А кроме того что вот Мы накопляем А можно еще кредитом пользоваться? Во всем мире пользоваться кредитом Вам не то что нужно там подлаживать Подкрашивать А что-то сделать Серьезные станки И поставить А потом вы расплатитесь Когда будете прибыль получать У нас семь семьдесят пять И вот они начали двигать с девяти Или с тринадцати И все двигает Двигает Центробанк А тут сколько не двигает Пока не будет два процента Невозможно взять такие кредиты Для производства Почему? Потому что если вы два процента Взяли ключевую ставку Коммерческие банки Поскольку у нас двухступенчатая Двухэтажная система банковская То есть надо прийти к паразитам Коммерческим банкам Которые накинуть свои семь И будет девять А где вы видели прибыль Норму прибыли Девять процентов То есть И Набиулина будет Потихонечку снижать Может лет шесть Так пройдет Семь А пока мы задушены все То есть тут не то что Повышает темп экономического роста Все делается Чтобы задушить Россию В том числе изнутри Это делает Высшая школа экономики Во главе с научным руководителем Ясиным Я его Ясиным знаю хорошо Когда он был аспирантом Я видел Как он ворует чужие Так сказать Произведения И выдает за свои Из Блюмина он прямо целыми Кусками переписывал И ничего у него нет в голове Кроме одного рынка Все решит Но если все решит Зачем ты нужен? Центр иностранного влияния Он консультирует правительство Сидит значит центр банк Который не подчиняется нашему правительству Или правительство не подчиняется президенту Или правительство и президент не подчиняются Классу капиталистов Или класс капиталистов в целом Не решает свои интересы А интересы иностранного государства Начинает осуществлять Такая картина получается Вот товарищ Глазев Советник президента Академик Говорит Что центробанк Действует в интересах иностранных государств Вот я несколько раз говорил Что нужно обязательно посадить эту Ну можно в какой-нибудь дворец ее посадить Пусть даже в хорошие условия Только чтобы не допускать ее до банка А зато она лучший банкир А кто такой лучший банкир На западе решили Ну который западу помогает Однажды приехали к нам в университет И немцы Я с ними встречался И объяснял вам кто такой Горбачев Они так слушали и очень удивлялись Что я так рассказываю Как-то неположительно про Горбачева А как же так Он же лучший немец Так я и говорю Что он лучший немец И худший русский Так вот у нас Ренобиуллин Это лучший немец Ну лучший американец Ну худший русский Так Так что Вот Производство Какие Вот всякие Мелкие вещи там Значит Обивка салона Туда-сюда Вот эту молочевку делаете Чтобы вы ничего не умели сложного делать Чтобы вы сами потом были не квалифицированы У нас ремонтники Больше могут сделать Чем люди которые на заводе работают Потому что люди ремонтники Они там все приходится перебирать А те которые на заводе Специалисты Они вот одно и то же Вот каждый день приходят Ну и то же делают Это страшное дело Ведь таких предприятий много Очень много В итоге инвестиции Иностранного капитала Благо или вред для экономики? Это благо для экономики Которая делает эти инвестиции Ну кто делает инвестиции? Что такое инвестиции? Это вложения Капитала Для чего вкладывают? Для того чтобы получить прибыль Кто получает прибыль? Там Ну вот это благо для тех Кто делает Это ничего не делать Ничего они хотят делать Потому что Ничего они хотят делать Сами Сидят там Места у них есть Они в государственном секторе Должны им руководить Они ничего не хотят делать Но у нас есть одно Министерство экономики Одно Помните у нас сколько было Среднего машиностроения Тяжелого машиностроения Общего машиностроения А сейчас одно министерство Промышленности и торговли Его возглавляет Денис Мантуров Вот он занимается экономикой Он обошел эти банки Договорился с президентом Что будут фонды под 5% Вы даете программу Что вы будете делать? Мы вам даем деньги Вы выполняете и платим Не выполняете и не платим И есть у нас стан Станкостроение развивается Другие предприятия поддерживают А эти же ничего не делают Поэтому А вред для экономики Вред такой Не сам вред Ну лучше пусть такие будут Чем никакие Так что мы так Из худшего выбираем Так вы не можем что ли? Что мы не можем? Мы не делали машины хорошие Мы самолеты делали хорошие Всегда спрашивали На каких машинах вы ездите за границу Ответ такой За границу мы ездим на танках Ну если мы танки можем сделать И можем запускать Если мы катаем Сейчас американцев На Международную космическую станцию Нет своих средств доставки Что мы не сможем сделать Машину легковую? Ну можем А зачем? Мы продадим? Ну это люди пустые Мы продадим И купим А потом вы Такие Которые Если вам один раз не продадут Вы кончили Закончили Все конец России Ну это понятно Что Россия нужна Никто не интересуется Там теперь Нет социализма Это еще мало Надо чтобы не было вас Надо чтобы вы умерли И начинает считать Сколько нужно убрать народу С этой точки зрения Хорошо что сокращается Потребление Хорошо Хорошо Вот товарищ Кудрин говорит Давайте еще пенсионный вон Пусть он умрет А пенсии то И не надо будет платить Потому что Еще он не успеет пенсию получить А уже умер Красота И это вот единственное Кто мешает развитию экономики Повышению темпового Пенсионеры Долго живут И это всерьез Вот это вот Всерьез предлагается В центре Так вот Олег Еще какие-нибудь есть? Нет еще два вопроса Давайте Про выборы Товарищ Дергунов Ни один из кандидатов Не вызывает доверия В обещаниях экономического роста Да Ленин писал Чтобы экотировать выборы Нельзя Как быть современной Россией И за кого голосовать? Как хотите Это не имеет принципиального значения Для развития России Никакого Что решает сейчас На этих выборах Правящий класс Правящий класс Чем занимается Он должен Если он правящий Он должен А. завоевывать Власть Он завоевал? Завоевал Так это были для этого С 61-го по 90-е годы По 91-е Завоевано Так Второе Сохранять свою власть И третье Использовать ее Для Реализации Своих интересов Я сегодня Достаточно Пространно Объяснял Что наша буржуазия Не использует Власть Для осуществления Своих интересов Ну не использует Она Ни планы Ни концепции Ни программы Не думает об этом Не хочет даже думать О перспективах Не поручает Это академия наук Если сама не может И так далее Остается одно Сохранить власть Ну вот выборы состоят в том Чтобы сохранить власть Значит Докладываю Что буржуазия На этих выборах Власть сохранит Почему? Потому что Голосуют люди В соответствии со своей идеологией Правильно? Не в соответствии с тем Что мы сейчас им посоветуем Я или вот Вы или вы А какая у нас идеология? Идеология у нас Определяется Следующим законом Что общественное бытие Определяет Общественное Сознание У нас общественное бытие какое? Буржуазное Сознание большинства Скажите пожалуйста Кто выиграет На этих выборах? Буржуазные деятели Логично? Если честные выборы Если не честные Не знаю А если честные Только будут Прозрачные И всякие И никаких нарушений Или мало Выиграет Буржуазии Вас интересует Кто из буржуазии? Ну тоже Может быть интересует Потому что совсем Такие как Ельцин Например Гораздо хуже Чем тот который сейчас президент Потому что тот вообще Американцев поставил везде На все оборонные предприятия А Путин это критикует Там Значит Ну это так сказать Это не наши разборки Это их так сказать дело Как буржуазии Кого она там поставит Ну я могу сказать Кого поставить Значит Значит У нас год назад Были выборы в Думу Мы что не знаем Кто какое место получил Значит Есть электорат Весь электорат Уже разделен Те кто ходят на выборы Они уже определились Те люди которые Голосуют за Путина Они не будут за КПРФ голосовать А те которые за КПРФ Они не будут голосовать за Путина Эти сумасшедшие бандиты Которые голосуют за ЛДПР За Жириновского Они будут за него голосовать Но ему видимо сказали Ты там особенно сейчас не шуруй Потому что ты можешь Оттянуть голоса от Путина Поэтому он сейчас не вылезает Поэтому у него будет третье место А второе будет у КПРФ Не важно кто там Грудинин Не Грудинин Груднички их еще называть Вот Значит Получат они второе место Потому что КПРФ уже показал Вот ее электорат И дальше что А дальше Ювлинский Яблоко Который прямо Вот то что вот Бегизов предлагает Это чистая программа Явлинского Я недавно слушал Его выступление Поехал Москвы Один к одному Нам нужны иностранные инвестиции Их не будет Значит Надо снять эти санкции А чтобы снять санкции Уйдите С Сирии И Отдайте Донбасс И тогда будет это все Вот это говорит Явлинский Ну вот за Явлинского проголосуют Если вы будете деньги считать Сколько кто вложил Ну там вот Явлинский миллионы вложил Миллионы вложила Собчак Который кого-то там Оттянет к себе Для оживления Ну это все сотни тысяч Много Ее электорат Ну не устойчивый Он только что сейчас появился Никто Раньше голосовал за Путина Будет Собчак голосовать Нет Кто голосовал за КПРФ Будет Собчак Нет Ну кто-то там вот придет Кто никогда не голосовал А те кто никогда не голосовал В основном не придут Поэтому На самом деле Вот я такой ролик записал Кто выиграет Но что-то его держат Товарищ Пронин Все не хочет выпускать Говорит так рано Вы уже рассказываете кто победит Ну а что я могу сделать Если я знаю кто победит Ну что я могу сделать Я думаю и все если подумают Тоже поймут Ну что тут собственно гадать И вот человек Это не наш вопрос Вам что надо Мы хотим установить власть трудящих Ну работать мы должны в этом направлении На выборах Сейчас вот людей Так сказать Многие люди интересуются Экономическими Политическими вопросами Я например чаще выступаю Чем обычно Поскольку сейчас Выборная кампания Сейчас послушает А раньше может не хотели слушать И всем советую Сейчас Гадету вот распространяем Специально приняли книжку Вот издали Пожалуйста бери читайте Выборная кампания Потому что в это время Надо подумать В другое время не думали Давайте хоть в это время подумаем Но когда подумаем То поймем что выборы Ничего решить не могут Никогда на выборах Представители рабочего класса Не победили нигде Никогда И нигде И не могут победить Поскольку Буржуазная идеология Является результатом того Что базис Экономически буржуазный Вот и все Чего тут вопросы И вот все За кого мне голосуют За кого хотите Можете вот Некоторые товарищи Вот говорят Возьмите бюллетень Напишите на нем Я за советскую власть И отдайте И вы и участвовали Ну и не отвечаете за то Что ваш этот За кого голосовали Какую-то чушь Обязательно какую чушь Ведь сделает тот За кого вы проголосовали Еще чего Следующий вопрос Тоже от товарища Дергунова Повышение производительности труда Подразумевает Рост автоматизации Да Рост автоматизации Приводит к сокращению Рабочих мест Не приводит Так как автоматы Выпорняют труд человека Как быть пролетариату В этом случае Интересно В своей значимости Что в капиталистическом Что в социалистическом Государстве Сокращение рабочих мест Позволяет нам Сокращать рабочий день Ровно в такой степени В какой сокращается Количество рабочих мест Надо сокращать Что Рабочее время Допустим Рабочих мест Стало вдвое меньше Значит рабочий день Стал Должен стать Четыре часа Рабочих мест Стало Еще в два раза меньше Да Тогда рабочий день Должен стать Сколько? Два часа И вас это очень Это нервирует Что два часа Вы будете работать Нет? Вот Я и так иногда работаю Как Представитель Будем все равно труда Я хочу сказать Нормально Ничего страшного Можно жить Можно жить И И потом Потому что капиталист Будет сокращение Рабочих мест Так не надо рассказывать Про автоматизацию Тогда рассказывать все Про капитализм Автоматизация Тут ни при чем Это Автоматизация В условиях капитализма Не автоматизация Приводит А погоня за прибылью Приводит к тому Что Когда есть Появляется Возможность сокращения Рабочего дня И если рабочие Не требуют сокращения Рабочего дня Не ставят Соответствующие Выставляют требования Не проводят Забастовки Тогда их Выгонять будут За ворота Ну так вот Не будете бороться Вас всех выгонят Такое всего Я недавно записал Лекцию о том Как по закону Сделать забастовку И перейти к 6 часовам Рабочему дню Вот вы пройдите Процедуру Поставьте Три требования Забастовочных Какие Значит Автоматизация Автоматизация Первое требование Автоматизация Внедрение Передовых технологий Повышение производительности Первое требование Второе требование Повышение Реального содержания Зарплаты Это совместимо Вполне с ростом прибыли Правильно? Это относительная Прибавочная стоимость Вы повышаете Значит Производительность Труда А зарплата В меньшей степени Тогда прибыль будет расти Два Вполне реально Можно беседовать С представителем буржуазии Скажите вам выгодно Нам выгодно А если вы не будете делать Мы будем бастовать И Третье требование Шастичасовой рабочий день Значит Начинается забастовка Требование значит Взять Режим Кто определяет забастовка Забастовочный комитет Можете на конференции Определиться Забастовочный комитет Может потом немножко менять Режим такой 6 часов работаем Два не работаем Вот у вас addio 6-часовый рабочий день есть Осталось 2 вопроса еще решить В ходе забастовки А этот вопрос а expands Вы уже решили А если вы думали вам кто-нибудь подарит 6 часов рабочий день. Ну, вы даёте. Никогда и не дарили. Даже в 11,5 часов впервые получили, только после могучей забастовки. А в 17-м году, что советская власть дала 8 часов рабочий день, или советская власть закрепила 8 часов рабочий день, который рабочий класс взял. Рабочий класс после февральской революции явочным порядком устанавливал себе 8 часов. Устанавливайте всё по закону. В любой суд придёте и скажите, вот, нам не дают. Они скажут, мы эти вот эти вопросы не решаем, потому что вам дали право организации коллективных трудовых споров забастовок. Идите и требуйте. Мне письмо прислали Министерство экономического развития. Да хоть 10 часов в неделю вы можете работать. Это дело в коллективном договоре. Что запишите, то и будет. Нет ограничений. У вас рабочий день не 40 часов, рабочей недели не 40 часов, а до 40. Можете 5, можете 10, можете 12. Как договоритесь? А как вы можете договориться? Только забастовок. Какой ещё разговор есть? Или вы будете делать, или мы не будем работать. У нас непринудительный труд. Непринудительный. Нельзя работать сколько, сколько водка вы захотели. Вот только так. Ещё? Всё? Всё. Так, наступление никто не писал. Так что я два слова скажу. Значит, ну, во-первых, вот по поводу товарищей очень хорошую тему законную, и по поводу привлечения иностранного капитала, иностранных технологий. Хотя, вот то, что опыт говорит, ума и технологии нам не передают никак. Вот, скажем, вот у Hyundai, у него политика однозначная, а не не технологичную продукцию, наиболее двигатели и так далее. Не говоря уже об инженерных центрах, у Hyundai, кстати, инженерные центры в США, в Японии, в Западной Европе и в Южной Корее. В Южной Корее не главный инженерный центр. У нас не планируется, конечно, в России никакого инженерного центра. Ну и плюс технологичная продукция, скажем, вот у меня Skoda Rapid, там 90-сильные двигатели, механическая коробка передач. Они производятся здесь, и я смеюсь над коллегами, которые на Жигулях ездят, что у меня локализация выше, чем у вас на Весте. У меня более очистительный автомобиль, чем ваше Веста. Но, скажем, уже роботизированные коробки, передач, турбированные двигатели 1,4-125 лошадиных сил, они уже из Чехии. По крайней мере, так было год тому назад. И, скорее всего, и сейчас так же. То есть, все высокотехнологичное, оно все делается где-то там, нам действительно сюда заставляются не лучшие вещи. Так а что же делать вот рабочему красу, и нам, как людям, претендующим название авангарда рабочего краса, в этой ситуации? Михаил Васильевич совершенно верно сказал, что единственная здесь наша возможность поднять предварительность труда, ускорить экономическое развитие страны и социальное развитие одновременно, это забастовочная борьба через создание, принятие и контроль за исполнением хороших коллективных договоров, где записано сокращение рабочего дня и повышение заработной платы. Насчет того, что Михаил Васильевич сказал о повышении производительности труда, я бы несколько постерегся, потому что предварительность труда сейчас считается очень тупо. Она считается так, что вот сколько продукции произведено, это делится на число людей, участвующих в его производстве, и получается предварительность труда. И поэтому есть такие находки работодателей в области производительности труда, у нас товарищи, они работают на фабре «Красный Октябрь». Там работодатель додумался не мыть поддоны, на которые производится продукция, между различными видами продукции. То, что вот иногда читаете на коржиках, возможно наличие следов кунжута, возможно наличие следов молокопродуктов. Это что за следы такие, кто там наследил? А вот до этого там булочки с кунжутом выпекали, а после этого можно не мыть, потому что эти остатки кунжута – это не грязь вообще, это не микробы, ничего. Можно не мыть, и тут сразу же производится труда вот по этой методике резко возрастает. Канцерогены, это он, скорее всего. Все мыльщики, а главное, еще вот этот, оттого еще жаловался, вот они там это все загружают в печи, у них тяжелая физическая работа, раньше пока все это мылость, они 20 минут, полчаса где-то сидели, отдыхали. А сейчас никакого, все, так сказать, процесс интенсифицироваться, и вот эта интенсификация труда, повышение интенсивности труда, она удается, по нынешним методикам она и есть, повышение производительности труда. Поэтому, к тому, если начать требовать от руководства повышение производительности труда, они вам это самое напихают. То есть, скажут, ну, так клятся перец, что хотите больше получать, так надо производительность повышать. Так вы повышайте производительность, я что ли буду за вас, за всех работать? Так что, это вот такая штука опасная. Ну, и, конечно, вот рабочий контроль, как Михаил Василий совершенно верно сказал, что забастовка, это не просто прекращение работы, это взятие под контроль предприятия. И если рабочие этим займутся, то будет иметь самые благоприятные последствия. Вот, скажем, на одном оборонном предприятии, церковные сборщики на сборке готовых изделий, они получают сдельно. Но издельно они получают не за число завернутых гаек, а вот как изделие, собранное сдали, так они получают с него, по изделиям. А изделия очень трудно сдаются, потому что очень много бракованных комплектующих. И вот у них очень много времени, две трети, уходит на то, что они бракованные комплектующие снимают, ставят новое, а это все за их счет происходит. То есть начальство им платит за сданные изделия. А только вы хотите, как хотите. Тут можно входной контроль организовать, можно со смежниками как-то сурово разобраться, но начальство это не делает. Ему это не надо, потому что рабочие своим трудом, это все своим горбом, они это все компенсируют. И это вот рабочий класс наш, который сразу организован, практически не ведет забастовочной борьбы. он, конечно, в каком-то смысле повинен в коррупции, той чудовищной, которая у нас имеет место. Почему? Потому что все вот недоплаченные деньги, а у нас на рубль выпущенной продукции зарплаты платятся в разы меньше, чем за рубежом. Даже в развитых странах. У нас, да, и производительность труда пониже, чем в Западной Европе, скажем, в Германии, США, во Франции. Но у нас и на рубль произведенной продукции меньше платится в разы заработной платы, чем там. И вся вот эта заработная плата, которая на ней выплачивается, недоплачивается рабочим, она идет в криминал. То есть из этой заработной платы там комната подковника Захарченко там это наполняет содержимым. Взятки всякие идут, там бандиты всякие содержатся, которые предприятия трясут и так далее. То есть это крайне неблаготворно сказывается на экономике в целом. И потом руководители не заинтересованы в росте производительности труда, они заинтересованы в том, чтобы вот отхапать денег и увезти их куда-то в обшор. То есть это выраженный политический характер носит экономика. А производство очень плохо и вяро что-то открадывается. Но вот это, что может здесь сделать рабочий класс в этом направлении. И вот здесь можно спасибо заключительное слово. Я хотел бы сказать, что я, может быть, намеренно не говорил о показателях производительности труда, потому что тут более крупные политические вопросы с ними связаны темпы роста. Но если говорить о показателях, производительность труда это выражение производительной силы труда, как говорил Маркс. А она выражается в том, что один и тот же работник делает всё больше и больше потребительных стоимостей. Это вот, так сказать, изначальная формулировка. А какие могут быть показатели? А показатели такие. Вот если речь идёт о конкретном выпуске конкретной продукции на одного работника, это повышение производительности труда, если больше делается. Это может быть просто повышение интенсивности труда. Когда, дескать, быстрее, быстрее, давай, скорее. Поэтому если это делается за счёт новой техники, это повышение производительности труда. А за счёт того, что вам говорят давай быстрее, это не повышение производительности труда. Есть другой показатель. Показатель количества продукции, единицу времени то на единицу времени было столько а сейчас вот больше кто это сделал как бы тайна но вы крыши это рабочие делали и капиталисты даже капиталист еще новую технику не привезут производитель труда не поймут не повысится и умелость работников тоже надо обучать работников тоже надо вкладывать в это капитал но если универсальный показатель производительность труда котором никак вы ничем не обманешь называется трудоемкость наоборот надо брать сколько труда заключено в единицы продукции этой берешь конкретную потребительную стоимость и считаешь это не так просто посчитать но вот экономический смысл трудоемкости в том количество труда который содержится вот если количество труда уменьшается 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 вот такой степени в какой уменьшается в такой растет производительность труда ну и вот я бы все-таки не говорил бы что капиталисты не заинтересованы производительность труда. Они заинтересованы, но они у нас разнозданы. У них есть два интереса – и хапнуть, и повысить производительность труда, и получить большую прибыль. Но это когда? Это надо покупать, это надо обучать, это нужно организовывать, и не хочется буржуазии выполнять свою миссию, которая ещё даёт ей какое-то оправдание. А хочется им просто раз и взять, отнять. Ну вот представьте себе, тут у нас совсем мало сидит, ну 20 человек. Но если по тысяче вы сейчас сброситесь мне, у меня будет, я выйду, и у меня будет 20 тысяч. Хорошо же. И мы сейчас хорошо, Иван Геходович, вам не хочется в ресторан пойти со мной? Это мало. Мало, а если бы я, у меня было тысячи, если бы работников был, ну что такое по тысяче рублей взять с человека? По тысяче рублей с человека, а тысяча работников, тысяча на тысячу, сколько будет? Миллион. Вот и всё. Поэтому миллионы это вообще не... То есть, когда вот люди имеют большие коллективы, большие организации, корпорации, по тысяче... А зачем тысячу мало? Давайте по две тысячи с тысячи рублей. Уже два миллиона. Но хочется уже три тогда. Три. И вот раз, и 10% нащёлкали понижение реального содержания зарплаты 10% за три года. Вот и всё. И получается, что на 10% понижение реального содержания зарплаты и в 2016 году 10% на 10% стало больше долларовых миллионеров, а долларовых миллиардеров на 11%. А секрет, вот он, очень просто. Надо брать, ну, с большого количества людей. Ну, ну, со всей страны и брать. И всё будет хорошо. Вот это называется зарабатывать на языке капиталистов. Зарабатывать. А вы хотите заводы там, технологии, всякую такую чепуху. Это очень долго, нудно, и я согласен не хочется это делать. Ну, приходится, если вот заставят рабочие, ну, тогда выхода нету. Например, докеры очень просто считали там. Количество Теосов. Ты их вручную не поднимешь. Не будет новой техники. Ну, это огромный, так сказать, контейнер. Если вы этих контейнеров, если вы хотите повысить производительность труда, надо привести новую технику, которую, кстати, за рубежом они закупают. И производительность труда у нас в порту не ниже, чем на Западе, а зарплата там выше. В разы. В разы. При той же производительности труда. Вот так просто и дело. А в целом я хочу вас поблагодарить, товарищи, за внимание, за хорошие вопросы и за понимание, так я чувствую, так люди понимают, как повысить производительность труда. А это, как говорил товарищ Ленин, самое важное, самое главное для победы нового строя. Сейчас вот почитай, что там будет у нас в программе. Отставайте, следующее занятие у нас через неделю. И у нас выступит Виктор Аркадьевич Тюркин с темой об итогах совещания коммунистических партий, посвященного столетию Великой Октябрьской Союзнической Революции. Это, которое было обетом. Осенью. Осенью? Ну, летом, летом было. Как же? Летом было. А может и осенью. Крейгарск. Когда нет, это сисал. Семьи паяль. Конечно. Не знаю. Если быть, ну, летом было. Семьи пайль. Ну, летом было. Ну, летом. Я тебя не знаю. Все. Паркара. Немного. Да. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok